Добрый вечер на ТВ8 новости, в студии Юлия Будеч, смотрите главные темы дня. В жертвах гололедицы за последние сутки более 20 человек обратились за помощью в отделение травматологии, ведь жалуются, что тротуары не расчистили. Православные христиане отмечают один из главных церковных праздников – Крещение Господнее. Люди стояли в очередях за святой водой, свинчики окунались в водоемы. Подробности в выпуске. В больнице медицинские центры, которые оформили неправильный рецепт на льготные лекарства, ждут штрафы. Также работникам медучреждений запретят взимать плату за услуги по полюсу. Десятки людей, в том числе и дети, застряли в сугробах в нескольких районах после вчерашнего снегопада. Машины из снежного плена вызволяли спасатели. Более 160 населенных пунктов пока стоят без электричества. Эти дети пытались помочь, толкая автобус, чтобы добраться до школы. В итоге им все же пришлось вернуться домой. Накануне в Каушанах в снегу застал автобус, который также вез в школу 15 учеников. В той же ситуации оказался автобус с 14 детьми. Он застрял в пути в Ребельнице Ноу Сорокского района. Спасатели вовремя подоспели на помощь. А в селе Сынеу Каушанского района не смогла продолжить путь скорая, которая везла в больницу женщину. Пациентку все же доставили в медучреждение на пожарной машине. Аришара! За последние 24 часа отбуксировали более 100 микроавтобусов и грузовиков. Там, где не могла помочь техника, брались за лопаты. Иногда приходилось и толкать застрявшие машины. По данным генинспектората по чрезвычайным ситуациям, более 160 населенных пунктов страны и сегодня оставались без электричества. По данным Министерства просвещения, более 10 тысяч детей остались сегодня дома. Из-за труднопроходимых дорог закрытыми оставались 45 школ и 2 детских сада. Не работают и 5 пропускных пунктов на юге страны. Сложно проехать на трассах Анини, Нойка, Ушень, Штефан, Вода, Вишневка, Кантемир, Вулка, Нешть, Кагул и Лева, Кантемир. За ситуацией на национальных и местных дорогах следят ответственные лица из созданных ранее трех кризисных центров. Гололедица создала немало проблем. За последние сутки десятки людей обратились в больницы с различными травмами. Прохожие жалуются, что тротуары не расчищены. Эта женщина попала в больницу после простой прогулки в центре города. Поскользнулась, упала и сломала ногу. Упала я на Штефана Челмаре, угла Измайловская, лед и вода подтаявшая, и двойной перелом ноги. Передо мной женщина упала головой, ударилась. Вообще ни песка, ничего. За последние 24 часа свыше 20 человек попали в больницу скорой помощи с различными травмами. Вывихи, переломы, растяжение, всему виной лед. Как говорят пешеходы, в эти дни ходить по улицам Кишинева настоящий вызов. Молтумеслу Домна, куэлма, и токит-о леак. Да, и как уйта-то, пен курт и спащи. Согецуши. 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 Согецуши, и очень грео, у молодых детей. Вдох, растяй, прембле. Согецуши. Согецуши, как я ем в центре, очень грео. Да, мерз по тротуару, это очень грео. Если в столице кое где тротуары посыпали песком, в пригородах ходить еще сложнее. Аша арат о страде принципиала дин Дурлещи. Ун драм дезапезит, дар фара тротуаре. Омени сутне воица меарга фи е пе каросабил, фи е пе запада. Не ускуратите драмы, не ускуратите. Ме е очень грео декиркурата дин Дурлещи, очень грео. Пе орице страде, шпе страда централа е тот, очень грео. На своей странице в фейсбуке Сильвия Радо опубликовала небольшое видесообщение. В комментарии к нему сказано, что работники экс-друппо потрудились на славу. 12 главных церковных праздников – крещение Господне. По Евангелию в этот день Иисуса Христа крестили в реке Яордан. Во всех церквях проходят торжественные службы, освящают воду. Не обошлось без инцидентов. У кафедрального собора люди выстроились в длинную очередь. Потеряв терпение, некоторые начали ругаться. Сегодня в церквях было многолюдно. Люди выстроились в очереди за святой водой. Некоторые верующие, несмотря на такой великий праздник, не гнушались к вернословицам. В столичном соборе Рождества Христова сегодня было не протолкнуться. И в цыганештах сегодня прошла торжественная служба. И здесь верующие выстроились в очередь за святой водой. Эта женщина приехала сюда аж из Фалешт. Другие говорят, что отправят святую воду своим родным и друзьям за границу. Сотни верующих съехались со многих районов страны, чтобы присутствовать на службе и помолиться за здравие и благополучие своих семей. Мы укуратываем сердца, ни уничтожим события, ни уничтожим к нам. И, кукуратываем сердца, ни уничтожим, мируем для зоны. Мы уничтожим сердца, мируем сердца, ми Mapицы, мируем к Богу, душе и подождение на благополучие своих праздников. Рождественники получат очень большаяская боль, потому что не так так святой водой, Считается, что освященную воду принято хранить целый год. Ее пьют во время болезни, а также во время жизненных невзгод для поддержания духа. Неотъемлемой частью упразднования крещения Господня уже давно стало окунание в прорубь. Верующие надеются смыть грехи, закалить организм и весь год быть здоровыми. В монастыре Тиганешт прихожан угощали красным вином и кутьей. Глава государства тоже искупался в озере, в родном Садова. Только в этом году президент отказался от белого халата. Игорь Дадон говорит, что так мы укрепляемся в вере, закаляем тело и дух. И в монастыре Тиганешт десятки людей, несмотря на холод, смело ныряли сегодня в бассейн, расположенный во дворе храма. Первым в холодную воду окунулся священник. За ним в воду поспешили прихожане. Но не только мужчины побывали сегодня в воде. Некоторые пришли только посмотреть на купающихся, а кунуца все же не решились. Еще не решили, что это приятный. Не нужно укрепить умение, да? Не позволить санитет, ждать тут. Да, я верю на Господь, я верю на большие мероприятия, я верю на счастье. После купания людей угостили изваром и кутьей, приготовленными поварами батальона «Дженю». В народе считают, что крещенское купание имеет очищающую для души и тела силу. Двое из трех судей не будут рассматривать дело Илона Шора. Решение было принято после того, как Сильвия Враби и Ксенофон Ульяновский заявили о самоотводе. Подробности далее. Продолжение следует... По данным пресс-службы апелляционной палаты, дело будет передано на распределение через специальную программу, которую выберет других судей. К слову, Ксенофон Ульяновский, отец нынешнего министра иностранных дел Тудора Ульяновского, которого выдвинули на этот пост демократы. Спустя полгода дело примара Аргеева, в котором его приговорили к 7,5 годам лишения свободы за отмывание денег, попало в апелляционную палату. Передача дела затянулась из-за отсутствия переводчиков и русской версии приговора. Илон Шор находится на свободе и свою вину отрицает. Четыре телеканала, среди них и ТВ-8, пожаловались на две рекламные компании, которые заключили нелояльное соглашение. Жалобу направили в Совет по конкуренции с требованием проверить расследование и провести инспекции по факту нарушения закона. Две из четырех компаний по продаже рекламы приняли решение сотрудничать. Одна фирма аффилированная Владу Плохотнюку, другая социалистам. Компании предлагают скидки своим клиентам, разделяя при этом полученные деньги в соотношении 80% на 20%. Присутствуют признаки экономического картельного разговора на рынке телевидения нашей страны. Это довольно-таки серьезное нарушение именно в экономической сфере, в экономической деятельности. СМИ в Молдове просим не истолковывать это как политическое какое-то решение или вмешательство. Возмущенный тем, что две компании разделили рынок рекламы, четыре телеканала подали жалобу в Совет по конкуренции. Если не intervenи rápido и не будет открыта эта понимание нелояльного по продаже, публичности, масс-медиа индепендентов, посты, семнаторы, ТВОПТ, журнал ТВО, ПРОТВО, РТР, это будет большая dificultad, потому что для нас публичности это практически одна из самых важных соревнований. На запрос нашего телеканала представители Совета по конкуренции заявили, что руководство на собрании, когда можно повторно связаться, нам не сообщили. Директор Ассоциации рекламных агентств в Молдове Галина Забловская рассказала в интервью порталу Ньюсмейкер, что об этом соглашении стало известно еще в конце прошлого года. Собеседник Ньюсмейкер также добавила, что с юридической точки зрения в их действия нет ничего незаконного. Обе компании, которым принадлежат 70% рынка, также категорически опровергли подозрения в заговоре, назвав это слухами. 4 марта будет решаться судьба Рината Усатова. В Бельцах пройдет референдум по отставке Примара. За проведение пребисцита проголосовал 21 советник. Сегодня у здания Примарии Бельц прошел митинг в поддержку Рината Усатова. С предложением провести референдум выступил сам Ринат Усатый после скандала с вывозом отходов. Примар Бельц обвинил демократов в причастии к кризису с вывозом мусора. Позже демократы опровергли все обвинения. Сегодня у здания местной Примарии прошла акция в поддержку Рината Усатова. Народные избранники от нашей партии приостановили голодовку, объявленную пять дней назад. Советники таким образом выразили протест давлению со стороны НЦБК. Ранее офицеры провели обыски у председателя фракции. Как сообщает портал УниМедиа, трое советников от нашей партии покинули фракцию. Один из них из-за оказанного давления. Это не первый случай. Ранее другой советник от партии Рината Усатова покинул фракцию. Также из-за многочисленных угроз. Состояние двух женщин, которым удалось выжить. В страшной аварии в Тодереште стабилизировалось. Одна пациентка подключена к аппарату искусственного дыхания. Врачи говорят, что ей немного лучше. Другой женщине предстоит операция. Напомним, в понедельник на трассе Кишина-Утигина произошло жуткое ДТП. Погибли пять человек, в том числе полуторагодовалая девочка. Автомобиль марки Ауди выехал на встречную полосу и столкнулся лоб в лоб с дачей. По предварительной версии следствия, водитель Ауди ездил на летней изношенной резине. Возбуждено уголовное дело. Однако виновник аварии погиб на месте. Работников системы здравоохранения ждут новые санкции. Больницы, медицинские центры, которым оформили неправильный рецепт на льготные лекарства или приняли денежное вознаграждение от пациента, понесут наказание. Национальная компания медицинского страхования разработала новый типовой контракт. Прошу прощения за технические проблемы. Глава инспектората полиции Кишинева Корнелю Грозу стал фигурантом дела Андрея Брагуцци. На скамье подсудимых оказались 13 полицейских. Вместе с тем, ни Гроза, ни сотрудники изолятора временного содержания не были отстранены от должностей. По словам генерального инспектората полиции, решение об отстранении будет принято по итогам следствия. На прошлой неделе прокуроры передали в суд дело о 13 полицейских и сотрудниках изолятора временного содержания. Их обвиняют в бесчеловечном обращении в отношении Андрея Брагуци. Сторона обвинения считает, что правоохранители видели неадекватное поведение молодого человека. Знали, что он без одежды спит на бетонном полу. Но не приняли никаких мер. Это в дальнейшем привело к болезни заключенного. Во время допроса некоторые полицейские признались, что глава инспектората Корнелю Гроза и его заместители также были в курсе о состоянии молодого человека. Андрея Брагуцу задержали за нарушение ПДД в августе прошлого года. Спустя 10 дней он скончался в пенитенциарии при сомнительных обстоятельствах. Вернемся к предыдущей теме. Работников системы здравоохранения ждут новые санкции. Больницы и медицинские центры, которые оформили неправильный рецепт на льготные лекарства или приняли денежное вознаграждение от пациентов, понесут наказание. Национальная компания медицинского страхования разработала новый типовой контракт. Типовой договор между медстрахом и медицинскими учреждениями, которые работают на основании полиса обязательного медицинского страхования, может быть изменен. Новая модель контракта предусматривает некоторые санкции. Поставщик медицинских услуг отныне будет обязан удостовериться в наличии лекарств и фармацевтических принадлежностей. Иначе... Согласно договору, медицинские учреждения могут понести наказание, если из пациентов будут взиматься деньги. Медучреждения, которые будут предоставлять неправильные или неуместные рецепты на льготные лекарства, также понесут наказание. Если пациенту отказали в медицинской помощи, предусмотренной в контракт, медучреждение заплатит штраф в размере 30% от стоимости услуг, а пациенту вернут потраченные деньги. Медучреждения привлекут к ответственности за неграмотное распределение пациентов семейным врачам. Трак отныне будут штрафовать и за недостоверную информацию об использовании медикаментов. Мы попытались узнать, что думают врачи о нововведениях. Представители медицинских учреждений затруднились ответить. Простые граждане говорят, что частенько врачи создают проблему. Новые положения типового договора вступят в силу после публикации в монитору Луфичал. С прошлого года компания медицинского страхования зарегистрировала 280 жалоб. В 50 из них пациенты сообщали об ограниченном доступе к медицинским услугам, а также о случаях отказа выдать льготные лекарства. Олег Паята ушел с поста приэтеросектора Центр. Ранее по распоряжению Сильвии Раду его отстранили от должности главы управления транспорта. А на своей странице в Фейсбуке Паята отметил, что нынешнее руководство столицы пытается узурпировать власть. Олег Паята занимал пост приэтеросектора Центра до мая 2017 года, когда ему поручили возглавить управление транспорта. После назначения Сильвии Раду на пост исполняющей обязанности генерального примара Олег Паята попал в немилость новой градоначальницы. Раду не понравился концепт развития транспорта в столице. Во время одного из заседаний она выдворила начальника управления, а затем попросила его вернуться. Олег Паята также был замешан в скандале со взрывом газового баллона в кафе Ла Суакра, где погибли 4 человека. Решением муниципального совета Паята отправили в отставку. В его защиту выступил Дарин Киртуаке. Должность приэтеросектора Центра займет Павел Русу. Более 40 миллионов евро Европейский Союз выделит Молдове на реформу полиции. Деньги пойдут на ремонт полицейских офисов. Словом главы генерального инспектората полиции, в рамках стартующего в стране пилотного проекта будут отремонтированы 90 участков, а стражи порядка будут общаться с гражданами. Проект «Полиция-коммунитары» будет протестирован сначала в Бульбаке, в Зернештах, Санджереях и Камрати. При положительном результате его внедрят по всей стране. У полицейских в населенных пунктах будет больше полномочий. Вместе с тем, несмотря на то, что руководство ГИБ хочет вывести правоохранителей на улицы для беседы с гражданами, значительная часть бюджета будет потрачена именно на ремонт полицейских участков. Мы будем десцентрализовать силы, материалы examinены на этот сектор, которые будут получены от шефа, не от центра. Мы будем интенсировать активы, патрули, в этих секторах. Мы будем вывести полиции из бюджетов, в страду. В рамках проекта правоохранителям расскажут, как быть более дружелюбными с гражданами и обращать больше внимания на потребности людей. В Валенках и Тулупе традиционно отметил крещение. Президент России Владимир Путин нырнул в прорубь в одном из монастырей на Селигере. Перед этим он побывал на части литургии. Чтобы президент мог переодеться, неподалеку от проруби установили теплую палатку. По словам пресс-секретора Путина, в этом году традиционных крещенских морозов в Центральной России не наблюдается. Поэтому температура в районе озера ночью не опускалась ниже 6-7 градусов ниже нуля. Песков также рассказал, что для Путина это уже не первый опыт, таких купаний. Продолжение следует...